Техническое описание кода неисправности OBD2, неисправность цепи и квот, Е и квот, датчика дроссельной заслонки, положение педали Что это означает? Этот диагностический код неисправности, DTS, является общим кодом трансмиссии, что означает, что он применяется к транспортным средствам, оснащенным OBD2, несмотря на общий характер, конкретные этапы ремонта могут отличаться в зависимости от марки, модели, TPS, датчик положения дроссельной заслонки Представляет собой потенциометр, который устанавливается на корпус дроссельной заслонки, он определяет угол наклона дроссельной заслонки, когда дроссельная заслонка движется, TPS отправляет сигнал в PSM, модуль управления силовым агрегатом, обычно датчик 3 провода, 5 вольт справка из PSM к TPS, грунт от RSM к TPS, и обратный сигнал от TPS к PSM, TPS отправляет информацию о положении дроссельной заслонки обратно в PSM по этому сигнальному проводу Когда дроссельная заслонка закрыта, сигнал составляет около, 45 вольт в WOT, White Open Throttle, напряжение сигнала TPS приблизится к полному 5 вольт, когда PSM видит напряжение, которое находится за пределами нормального рабочего диапазона Устанавливается P2125, E относится к конкретной цепи, датчику или области конкретной цепи, примечание, PSM знает, что любое значительное изменение положения дроссельной заслонки означает соответствующее изменение давления в коллекторе, MAP На некоторых моделях PSM будет контролировать работу MAP и TPS для сравнения, это означает, что если PSM видит большое процентное изменение в положении дроссельной заслонки, он ожидает увидеть соответствующее изменение давления в коллекторе и наоборот Если он не видит этого сравнительного изменения, P2125 может установить, это относится не ко всем моделям, симптомы Возможные симптомы включают в себя, ML, индикаторная лампа неисправности, освещение с пропуском на холостом ходу или при скорости на шоссе, низкое качество холостого хода, возможно, не простаивает Потенциальные причины кода P2125 включают в себя, застревание возвратной пружины дроссельной заслонки, коррозия разъема MAP или TPS неправильно проложенный жгут, вызывающий растирание Плохой TPS, плохой PSM Возможные решения, если у вас есть доступ к сканирующему инструменту, с помощью КОО Ключ при выключенном двигателе, измерьте напряжение TPS, при закрытой дроссельной заслонке напряжение должно быть около 0,45 В, он должен постепенно подниматься вверх примерно до 4,5 В при нажатии на педаль газа Иногда только прицел может уловить прерывистый сбой в напряжении сигнала TPS, если вы заметили сбой в напряжении развертки TPS, замените TPS Примечание, некоторые датчики TPS требуют точной настройки, если вам неудобно использовать DVO-M, цифровой вольтметр, для настройки нового TPS, то лучше всего доставить автомобиль в магазин Если напряжение не составляет 0,45 В, плюс или 0,3 В или около того, при закрытой дроссельной заслонке или если показание «застряло», отсоедините разъем TPS с проверкой КОО на 5 В Вольт опорного напряжения настоящее на разъеме и надежным заземлением, вы можете проверить непрерывность сигнальной цепи, перепрыгнув плавкий провод между цепью заземления разъема TPS и сигнальной цепью, если показание TPS на диагностическом приборе теперь показывает 0, замените TPS, однако, если это не меняет показания на 0, проверьте наличие обрыва или короткого замыкания на сигнальном проводе и, если ничего не найдено, заподозрите неисправность PSM, если манипулирование жгутом проводов TPS приводит к каким-либо изменениям на холостом ходу, подозревайте плохой TPS